Сотрудниками УФСКН России по городу Москве ликвидирована преступная группа, которая занималась сбытом курительных смесей на территории города Москвы и Московской области. На территории нескольких огурков столицы сотрудниками управления были задержаны 5 человек, которые забирали наркотическое средство из закладок, оставленных подозреваемыми. Они показали, что связывались со сбытчиками по телефону, а деньги за наркотик перечисляли на электронный счет. В течение следующих двух дней оперативники установили квартиру на территории города Балашихи, где проживала женщина-диспетчер. Задержанная женщина признала свою вину и пояснила, что ее соучастник оставлял в день от 20 до 30 закладок с наркотиком, хотя по нашим данным более 50. Информацию об их местоположении он отправлял ей голосовыми сообщениями. Также в ее обязанности входило контролировать поступление денег на электронный счет и сообщать покупателям адрес, где спрятан наркотик. После этого оперативниками было изъято более 30 закладок со спасами, которые были оставлены подозреваемыми для очередных клиентов на территории северного и северо-восточного административных округов города Москвы. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. Наркотические средства, психотропные вещества имеются ли у вас? Имеются. Имеются, да? А что именно у вас имеется? Ну, курительные смеси. Курительные смеси. Где именно? То есть желаете ли вы их выдать добровольно? Да. А что за тетрадка интересная? А что она не написана? Ну, что это за записью? Адреса закладок. Обнаружена тетрадь, в между листов которой обнаружено два пакета. Какие-то содержания. Смотри. Что это такое? Как можете пояснить? Это у нас курительные. Будьте добры, на камеру. Курительные смеси. Чуть-чуть погромче. Курительные смеси. Курительные смеси. Кому они принадлежат? Мне. Вам, да? Вы их для личного употребления, либо для каких целей? Ну, эти для личного. Понятно. А что это за тетрадь? Тетрадь с адресами, где заложены курительные смеси. Курительные смеси, да? Вообще, это тетрадь чья? А на ваши, нет? Ну, получается, мои. Понятно. Вот, хорошо. Я понял, что человек захотел приобрести наркотик, да? Он позвонил, платил деньги на Киви-кошелек. А дальше, ну, он оплатил. Он оплатил, я проверяю. Если деньги пришли, то я ему сообщаю информацию, где она все лежит. Эту информацию я брала вот в той тетради, которую я знаю. В той тетради, да? Вы как сообщили информацию? Бывало в письменном виде. Бывало голосом. Ага, то есть в письменном виде, имеете в виду? СМС. СМС, да, человека отправляли. Угу. Либо перезвонили. Да. Вот голосом. Давайте посмотрим. Принято я прошу вас обратить внимание. Код телефонов. 1-4, 1-4. Еще раз. 1-4, 1-4. Ага. Посмотрите, вот это вот, да, вы имеете в виду голосовые сообщения? На play, да? Угу. Дмитровская шоссе 45, корпус 3. Если стоять лицом к подъезду, к первому подъезду, с правой стороны есть щит объявления. С правой стороны этого щита, сзади него два. Угу. Вот о чем этот человек сейчас говорит? Ну вот он говорит адрес, где все лежит. Ага, а вот что он говорит там? А за этим щитом два. Два это что? А штука это что такое? Ну, видимо, пакетик один. Ага. Ну, штука это один пакетик. Один пакетик, да? И часто вот вам такие вот смс-сообщения? Это смс-сообщения? Ну, вот голосовые сообщения. Ну, каждый день. Каждый день. И по сколько штук? Ну, в пределах от 20 до 30. От 20 до 30, да? А как часто вот вам люди звонят, которые желают приобрести наркотик? Ну, часто. Ну, как часто? Ну, сколько? Каждый день. Ну, это не плохо. И смс-сообщения, да? Ну, это уточненные. Уточненные? А что значит уточненные? Ну, там не было слышно и уточненные. Ага. То есть вы человеку перезванивали или смс-сообщения? Смс. Смс, да? Он вам в ответ уже, да? Высывал. Образование у вас какое? Ну, 11 классов. То есть неполное и полное среднее. Ну, сколько? 11 классов? 11 классов. Ну, полное среднее, да. Замужемого нет? Нет. Дети, малолетние, несовершеннолетние, неждевения у вас не находятся, да? Где-нибудь вы сейчас работаете официально по трудовому договору? Нет, я не работаю. То есть вы, вот вы говорите, при поступлении денежных средств на Киви, вы каким-то образом проверяли или? Ну, да, я через интернет заходила на Киви кошелек и проверяла. Вот именно для этого, да, вам был передан пароль? Скорее всего, да. Ну, как, скорее всего, или там для обналичивания денежных средств, или там? Нет, для обналичивания, обналичиванием я не занималась, я только проверяла, поступили ли деньги от покупателей или нет. Не перечисляли, да, там денежные средства? Да, там, не ходили там, да? Нет, нет. Понятно. А вот вы говорите, закладки, да, вот, это вот что такое? Можете объяснить, что это? Это адреса, где были заложены наркотики, в последствии которых я потом уже их и туда посылала. Ну, то есть они и так вот на дорогу бросали, а вот как-то там их... Нет, ну, на дорогу, конечно, не бросали, но прятали где-то в каких-то... То есть прятались, да? Понятно. А вот как часто вот вам эти голосовые сообщения поступали, вот, и в каком количестве? Ну, пока вот я этим занималась, вот эти вот несколько недель, практически каждую ночь. Ну, не практически каждую ночь. Каждую ночь? А поступало их в количестве от 20 до 30. Ага. А поступали вот они, кто вот делал закладки? Ну, я как знаю Мишину, в последствии оказалось, что у Мар, видимо, от него. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...